Девочка-пай 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 Да, слушаю. Что поделаешь? В парикмахерскую спешу. Новый детектив себе купила. Какое-то название брутальное. Кровавая Свадьба палача. Конец, как водится, оторвала и выбросила. Ну, а как же? Конечно. Пусть научатся сначала финалы писать. А то накрутят, накрутят, а потом как до развязки дойдешь, сплошное разочарование. Уж лучше самой что-то придумать. Ну, вот будет чем заняться парикмахерской. Какие у вас, гражданка, планы на вечер? На вечер никаких. Я вольная птица. Давай поужинаем вместе. Охотно. Часть квадок, ну, восемь скажем. Только не опаздывай и умоляю. Не вляпайся до вечера в какую-нибудь новую историю. У меня к тебе важный разговор. Важный? Как интересно. Минуточку. Да, очень важный. Я тебе перезвоню. Слушаю. Лёля! Лёля! О, Света, ты откуда здесь? Привет, Лёля. Ты мне очень нужна, Лёля. Вот смотри, вот видишь, пуговица. Ну, вижу, пуговица, как пуговица. Звоню по телефону. Звоню в дверь, а они не открывают. Кто они? А ты их не знаешь. А, может быть, знаешь. Но это не важно, Лёля. Берютины. Помнишь, у меня была красная кофта такая, знаешь, с пухом и с золотыми пуговицами? Нет. Так вот. Ну, а мужа ещё. Я её одевала тогда, когда мы ходили с тобой в большой на Аиду. А, помню, помню. Такая сумасшедшая. Ну, вот. Да. Тебе она нравилась? А она мне разонравилась. И я её подарила берютины. Ты знаешь что? Ну, подожди, подожди, Оль. Это тут при чём? Объясни. Лёля, я тебе же говорю, третий день звоню, а они не откликаются. Ну, и что особенного, что не откликаются? Может, за город уехали люди? Да какой за город уехали? Он из дома не выходит, у него больные ноги. Да, ну, Боже мой, Света, у меня времени в обрез, ей-богу. Я так и не узнаю твою душесчипательную историю. В чём дело? Какого рожна ты от меня хочешь? Лёля, ну, какого рожна? Какого рожна? Помощи. Может быть, у них инфаркт или инсульт. У оба их сразу, так не бывает. Ну, ты пойми, она была в восторге от этой кофты. А вон третий день визит на балконе, это кофта. А вчера и позавчера был дождь. Шестой балкон, видишь? Вот это их балкон, видишь красная кофта? Ну, мало ли красных кофт. Ты уверена, что это их балкон? Сто процентов. Пойдём, я тебя прошу, помоги. Ой, господи. Ну, пойдём, пойдём. Ну, ничего, шут с тобой. Выходи, выходи. Квартира двадцать первая, двадцать первая. Тишина. Ты когда говорила с ним последний раз? Кажется, в пятницу. В пятницу? В пятницу. Слушай, куда они подевались, старые больные люди? Подожди, старые больные люди иногда держат запасные ключи у кого-нибудь из соседей. Да, точно. Да. Лето? Нет. Давай-ка сюда. Здравствуйте, извините. Вы куда? Подождите, здравствуйте. Вы по какому делу? Простите, я не в полной форме. Не волнуйтесь, вам очень идёт этот наряд. Мы, собственно, не к вам. Мы к Берютиным. Стучим, звоним, но никто не открывает. Вы не знаете, где они? Не знаете. Дома должны. Куда же он уйдёт-то? Ну, никто не открывает. Мы волнуемся. Мы очень волнуемся. Может, у вас есть ключи от их квартиры? Ключи? Так были бы не дал. Почему? Может, вы аферистки. Что? Господи, стоит тут без штанов и оскорбляет. Света, не волнуйся. Гражданин дерзит от смущения. Так есть у нас ключи? Нету. Извините. Извините, нам очень помогли. Это вы звонили? А вам кого? Мы бы хотели попасть вот в ту квартиру. Нас беспокоят ваши соседи. Они что, шумят? Нет, напротив, совершенно не шумят. И даже вообще не откликаются. У вас наверняка есть ключ от их квартиры. Есть? Ключ где-то был, но мама знает, но она на даче. Ну, а может быть, можно позвонить вашей маме и спросить, где ключ? Там нет телефона. Ну, тогда разрешите, мы воспользуемся вашим балконом. Можно? Пожалуйста. Ну, пошли. Ой-ой-ой! Светка, ничего хорошего. Белье, все в подтеках. Держи, а вчера был дождь. Хорошая хозяйка себе в этого никогда не позволила. Ты с ума сошла. Лёля, ты разобьешься. Ни за что. Мне еще в прихватерскую сегодня. Да не хватай меня. Я высоты боюсь. Да стой ты, я тебя сюда не приглашаю. Так... Лёля. О, Господи. Лёля, телефон. Как всегда, не вовремя. Ну-ка, дай сюда. На. Ага. Валю. Лёля. Что ты так странно дышишь? Тебя что, истязает парикмахерская? Извини, пожалуйста. Одну минуточку. Ну все. С кофтей твоей полный завал. Лёля. Лёля. Лёля, какая кофта? Ты опять влепалась во что-то. Лёля. Извини, я перезвоню. Лёля. Лёля. Что там? Лёля. Лёля. Ну не томи. Ну что там? Лёля. 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 Нет, сразу разошлись. Что, цирк что ли? Никого не пускать. Понял? Есть. Гражданка, вы слышали? Я не гражданка, я свидетельница. А я соседка. Не напирай, пожалуйста, соседка. Я свидетельница. А я соседка. Лёля. Лёля. Тихо. Сиди. При внешнем осмотре тела насильственных следов смерти не обнаружено. Но смерть наступила, вероятно, полтора дня назад. Вероятно, отравление. Вон, видите, губы синие. Да вижу, вижу. Неужели сами? Ты мне стол, щелкни покрупнее. Накрыто на двоих при этом торт, водка. Может, отмечали чего? Да хрен его знает. Портрет укропнеть? А парень этот кто? Так это же их сын, погибший. Погибший? А когда он погиб? Честно и помню, не то зимой, не то весной. Секундочку. Да, алло. Да не могу я сейчас. Ну, не могу я на трупе. Я тебя перезвоню позже. Отпустите, а? Так. Отстань. Еду и водку на экспертизу. Само собой. Ты след от обуви проверил? Да. И чего? Ну, там у двери притоптана пара женских следов. Туфли 36-го размера. Уверен? Это жаль. Жаль, могли бы по самоубийству закрыть и гора с плеч. А коли следы копать придется, время тратить, начальству докладывать. Следы можно не заметить. Да не вопрос. Ты чего? Ничего. Ну и все. Ты чего, Зима, это, шуток не понимаешь, что ли? Лучше вон сходи к соседям. Может, информация какая-то для следствия есть. Воды? Участковые. Понятые приглашены. Да. Вот. Туманова Ольга Петровна. Кто свидетель? Я свидетель. Я. Здрасте. Так. Прошу. А вы хозяйка маски-шоу. А вы останьтесь. Это были ваши близкие знакомые? Нет, дальние. Видела Берютина раз в несколько лет. По работе. А потом он вообще ушел на пенсию. Значит, в последнее время вы с ним не виделись, да? Нет, только позвонила. Но никто не ответил. По телефону? Да нет, в дверь. В дверь. Ага. А на какой предмет? Что? Ну, собирались зайти по делу или как. А, да говорю же, пуговицу принесла. И хотела проведать. Пуговицу? Да. Странно. А что тут странного? Ведь они очень пожилые и одинокие люди. Ага. Пуговицу. А сколько было на кофте пуговиц? Что? На кофте сколько было пуговиц? Сколько? Ага. Три. Четыре. Пять. А ну вот это запасная. Ага. Запасная. Да. Вот это. Скажите, там на столе выпивка, закуска. Отмечали, похоже, что-то, да? Вы знаете, я про это совсем ничего не знаю. Я готова помочь, но не знаю. Ну, хорошо. А когда вы с ним разговаривали по телефону, ничего такого не заметили? Настроение плохое, депрессия. Может, он сказал, знаете, что жить не хочет. Что-нибудь в этом роде, а? Да нет, вроде ничего не говорил. Нет, ничего не говорил. Значит, по телефону все-таки разговаривали. Вы знаете, вы что-то меня сбиваете. Я вообще что-то совсем запуталась. Ничего, ничего. Не волнуйтесь. Ну, вы бы тоже волновались, если бы вы пришли. А там тишина, тишина, и никто не отвечает. Знаете, все же странно. Почему вы так быстро встревожились? Могли же они уехать, уйти. Я пыталась рассуждать так же, как вы. И даже своей подруге Лёле сказала, был дочь, а кофта не снята. Кофта? А, кофта. А она мне говорит, хорошая хозяйка этого не допустит. А я думаю, кто хорошая хозяйка? Да она всегда была растеряка. Ваша подруга Лёля. Да при чем тут Лёля? Да жена Берютина, Кира покойная. А, Кира, Кира. Да, вы представляете, 10 лет назад она приходит к нам в типографию, в разных туфлях, мужу сцену ревности устраивать. Из-за вас. Что? Сцена ревности. Да бог с вами. Что вы? Да. Но, поверьте, без всякого на то повода. Сцена ревности. Нашёл что-нибудь? Да нет пока. Жили вдвоём? Так точно. Сын у них погиб месяца 4 тому назад. Разбывся на автомобиле. Да, это может быть ниточка. Надо телефонные счета проверить и разблюдовку мобильных разговоров. Вы меня, конечно, извините, но откуда у стариков деньги на мобильные? Мэна её нету, можно, и заслужив. А старики это... Так, с паспортами обнаружено 500 рублей. Не густо, не густо. Так, и ещё. Ага. О-о-о. Валютный счёт. На сумму 62 тысячи американских долларов. А также кредитные карты. Так-так-так-так-так-так-так. Значит, счёт на имя сына, А карты у нас на имя покойного старика. Степаныч, давай-ка своих понятых. А мы здесь. Вот я и ещё там молодой человек. Подойдите сюда, пожалуйста. Ага. Значит так. Так, вы сейчас должны подтвердить, что при вас была обнаружена банкнота достоинством 500 рублей. Ага. Открытки пишут, поздравительные. В смысле? Ну, я имею в виду, что, чтобы понять, есть ли родственники, надо поискать письма или открытки поздравительные. Ага. То есть, это как бы ваш совет нам. Открытки я уже искал. Ничего не обнаружил. Ну, родственников мы найдём. Если это будет нужно, вы пока подождите в коридоре. Ольга Петровна, хочу познакомить. Это наша местная знаменитость. Ага. Это наша миссис Марпу. Мисс. Ну, а не преувеличить. Нет, ну я имею в виду, что районного масштаба. Да. Пожалуйста. Не штатный сотрудник? Да, так. Рубахин Юрий Иванович. Очень приятно. В книжках надо посмотреть. Что-что? Я имею в виду, у них тут полно старых журналов, газет, вон, навалены. Поэтому, я думаю, что и открытки они не выбрасывают. Обычно старики используют их в качестве закладки. В книгах где-нибудь. А, точно. Вот здесь. Молодняк же сейчас ни черта не читают. А старики точно всегда оставляют закладочки. Эй, пусть каждый занимается своим делом. О, русско-немецкий словарь. А. Так, 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 так. От племянника Сергея, город Дедовск, Матросово, 5. Ага, 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 ага. Ну, не закрывай. Ну, на какой странице была закладка? А я не знаю. Я обратил внимание, 39-е. А? Жили бедно. Только один сын им помогал. А как 4 месяца назад попал в автоконострофу-то? Так совсем обеднели и нелюдимые стали. А чем сын занимался? А мы не знаем точно. Вроде автомобиль из Германии перегонял. Чего мы не знаем-то? Чего мы не знаем-то? Мы прекрасно все знаем. Машины гонял. Чужие машины. Ворованные. Вот за это его и убили, наверное. Почему вы так думаете? Хо, а кто Мерседесом-то занимается? Бандиты, под крышей вашей дорогой милиции. Это все знают. Не смотри на меня. Вон по телевизору показывали. Он своим дружкам-то не угодил. Вот они его и подставили. А Мерекина совсем медный обеднели. Вот попробуй. Проживи на ихнюю пенсию. Вот я и думаю. Жили бедно. А на столе выпивка, закуска, торт дорогой. Наверное, не каждый день так ужинали. Как считаете? Так это... Понятия не имеем. А нервничать? Не надо. Вроде не алкоголики, чтобы сидеть и выпивать вдвоем. И все ж, какое они тут событие отмечали. Так а кто же это знает? А вы посмотрите в паспорт. Может быть, день рождения? Да. Не сходится. Ну, посмотрите валютный счет. Там день рождения сына должен быть. Да что же вы такая активная, Ольга Петровна? Смотри-ка, и верно. За вчера у нее день рождения был. Ага. Да у вас талант, Ольга Петровна. Спасибо. Жили они очень бедно. Только что квартира у них большая. Завидная квартира. А наш председатель Гомбарянс все время пытался эту квартиру-то своим клиентам продать. А покойный старик ни в какую. А это вы откуда знаете? Очень просто. Я не просто соседка. Я еще и общественница. По природе своей, понимаете? Я еще и секретарь нашего кооператива. А председатель нашего кооператива Гомбарянс берлся от Бирютиных третьего дня. Ну, злющий-призлющий. Все равно, говорит, она скоро станет выморочной. Это ихняя квартира-то. Так и сказал. Так и сказал. Он вообще очень злой к людям. Жулик, потому что. Это почему вы так думаете? В нашем кооперативе очень много желающих на квартиру Бирютиных. А Гомбарянс все время пытался своим кавказцам эту квартиру толкнуть. За взятку, конечно. Значит, он три дня назад у них побывал. Был. А вы когда последний раз их видели? Так давно. Уж и не вспомню. Ой, память-то девича не вспомнил. Ну, Давича-то. Давича к тебе, Бирючин, приходил, водку спрашивал. Ну, ты ему продал початую. Значит, виделись. И початую бутылку водки, то есть открытую продал. Да, да, вспомнил. Ага. Он ко мне приходил бутылку одалживать, чтобы, значит, самому не ходить. А у меня была только начатая. Ага. Ну, я и дал. Вот. А он говорит, хрен с ним. Давай и такая сойдет. А почему и такая сойдет? А я не знаю. Я ему бутылку дал и в гости к нему не набивался. Не был я у него, понимаете, не был. Вы не горячитесь. Вас никто не обвиняет. Пока. Ну, не знаю я ничего. Ну, знал бы, ну, честное слово, сказал бы. Не сомневаюсь. Может, знаете, кто у них в последнее время бывал? Ну что, Кость, ты отпускаешь эту гражданочку? Да. До свидания. О, вот она, гражданочка-то. Вот эта дамочка и была. С чего это вы взяли? Я вас вообще первый раз в жизни вижу. А я вас зверной глазок увидела. Глазки-то мне не стройте. У нас на площадке верю лифта очень шумная. Но свои-то придерживают, а вот такие, которые шляются, со всей силы грохают. До свидания. Спасибо. До свидания. Постойте-ка, гражданочка. Давайте-ка вернемся, и вы нам все подробненько объясните. Костя, пойдем. Простите, товарищ, мы свободны. Вы не торопитесь. Вот и ждитесь здесь. Вот идиотка. Да, я была здесь. Четыре дня тому назад. У меня новый телефон, мобильный. Последняя модель. Мне подарили. А инструкция на немецком. Вот я и вспомнила, что Петр Захарович, то есть Берютин. Он знаток немецкого. Вот я и принесла, чтобы он перевел. Он сразу не смог. Сказал, что к сегодняшнему дню приготовит. Вот я и пришла сегодня. Постучалась. Там никто не отвечает. Я правда телефон принесла. Телефон мобильный обнаружили? Нет, в квартире мобильных не обнаружено. Ну, ну, такая коробка. А там, это как ее, инструкция. Беленькая с голубой полосочкой. Ну, что ж, будем искать. Да мы все осмотрели. Вроде его нет. Может, вы опять что-то перепутали? Или того хуже снова сказали неправду? Ну, как нет? Он должен быть здесь. Ну, куда же он делся? Нет, я не вру. Он здесь. Он должен быть здесь. Я не вру. Послушайте, гражданочка, вы наберите номер. Он и зазвонит. Ой, извините, спасибо. А я наберу. Ой, как же это я дуро сразу не догадалась. Ой. Так. 507. 507. 1510. 1510. Увы, гражданочка. Аппарат не отвечает. Проще говоря, его здесь нет. Ну, как нет? Как нет? Он должен быть здесь. Я не вру. Скажите, а номер обуви у вас какой? Что? Размер туфель у вас какой. Туфель? Туфель. 36,6. Нет. 36. Да вы не волнуйтесь так, гражданочка. Не волнуйтесь. Вы пока идите, но у меня к вам убедительная просьба. В ближайшие три дня не уезжайте из города. Да ты что же, подписка о невыезде, что ли? Пока нет. Лёля, спасай меня, Лёля. Видишь, как всё обернулось? Я теперь подозреваемая, Лёля. А, нечего было врать. Зачем сказала, что давно у них не была? Кто тебя за язык дёрнул? Да не врала я. Не врала, да, не врала. И про 36 размер ноги не врала. А по-твоему, я должна была перед всеми выложить, что у меня 39 с гаком. Лёля, либо меня посадят, вон они идут, либо я разведусь с мужем. Да ушла чуть тюрьма, чем развод. Всего каких-то 30 лет замужем. А что это за история с мобильником? Лёль, у меня есть друг. Но ты не в курсе дела. У него был юбилей. Я подарила ему мобильник. Такой, знаешь, с фотоаппаратом, интернет накрученный, дорогущий. Мужу ничего не сказал. И вот на юбилей в ресторане мы фотографировались. А как вытащить фотографии, не знаем. Инструкция на немецком я вспомнила про Берютина. Ой, Лёля, меня теперь затаскают. У мужа алиби моё начнут выспрашивать. Он меня убьёт. Ты же знаешь, какой он ревнивый. На этот раз он тебе не поверит. Это точно. Что значит на этот раз? Кого ты из меня делаешь, Лёля? Когда ты угомонишься, Света? А ты когда? Я. У меня совсем другое дело. Ты что, у меня друг юности? Ну, тогда и у меня друг юности. Просто у меня юность никогда не кончается. Юрий Иванович. Юрий Иванович! Юрий Иванович! Да, Ольга Петровна. Лёль, а мне-то что делать? Слышала, что сказал следователь под домашний арест. Иди домой и жди моего звонка. Вы далеко, а? Правление кооператива. А, а можно не с вами? Мне ваша помощь нужна. Пожалуйста, пойдёмте. Добрый день! Значит, всё будет в порядке, как договорились. До свидания. Давай. Моё слово закончу. Потом договорим. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Проходите. Зинаида Павловна, списки неплательщиков ко мне на стол. Срочно. Ладно. Старший следователь Рубахин Юрий Иванович. Ольга Петровна, наш сотрудник. Да. Очень приятно. Присаживайтесь, господа. Спасибо. Бывает. Мебель у нас такая, ведь не новая. Бывает. Ну, а я гомбарянц, Артём Ливонович. А горе-то у нас какое. Жаль, очень жаль стариков. Как это случилось? Ну, как? Одинокие, навещать некому. Да-да, черствием. Порой не оказываем должного внимания ветеранам. Хорошо еще, что вы навещали их иногда. Ну, так я-то бывал, но это ж подолгу службы. А когда вы были последний раз у них, не припомните? Последний раз, последний раз, да. Это недельки две назад. А вот ваша сотрудница Зубкова утверждает, что вы были у них три дня назад. Умница! Зинаида Павловна, какая же ты молодец, моя хорошая. Спасибо, что напомнила. Не стоит. Точно вспомнил. Я к ним заходил после обеда. А вы не вспомните, зачем заходили? Ну, а как же, я помочь хотел. Они упрашивали квартиру поменять на меньшую. Эту продать, чтобы какие-то деньги на жизнь появились. Я им нашел очень хороший вариант. Им понравилось. Понравилось? А что же вы такой злой? Вернулись от них, а? Если понравилось. Что же ругали? Почем зря? Если понравилось. Да потому что глупые. Всего боятся. Им от себя отрываешь. Идешь им навстречу. Стараешься. Не хотели они продавать. Не хотели? Не хотели. Да вам-то откуда знать, что они хотели, что не хотели. Выйдите и закройте дверь. Не хотели они продавать. Вернулись. Вернулись ко мне перед тем заходила. Бланк служебный брала и спрашивала, как правильно заполнить бланк, чтобы квартиру перевезти на кого-то. Да что за фантазии такие? На кого квартиру переводить, когда сын у них давно погиб, а родственников нет. На кого? Это вам лучше знать на кого. Я-то ведь не знаю. Это вы к ним шастали. На них давили. Пугали, запугивали. И вам за это никому ничего не было? А муж мой, у следователя, на подозрении. А что он сделал? Что он сделал? Вот такого подумаешь. Бутылку водки Билютину продал. Подарил. Вот делай добро этим людям. Дурак! Знаете что, Артем Ливонович, заходите ко мне завтра. Вот адрес, телефон. Да вопросов нет. Что ж, всего доброго. До свидания. Дайте Арташеса. Извините, пожалуйста. Я косыночку у вас тут забыла. Извините. Извините еще раз. Арташес, труба наша била. Давай. Деньги не взяты, вещи на месте, даже кредитка на месте. Какой резон был убивать? Пока не знаю. Но гость точно был. В окружении сына надо искать. Все к одному. И валютный счет, и квартиры, и вообще бог знает что. Но через кого искать, понятия не имею. Зацепок-то практически нет. Может быть, племянника поспрашивать? Какого еще племянника? Ну, этого, который из Дедовска, чью открытку мы нашли в словаре. Так, стоп. Это что такое? Что? Это вы уже в это дело включились? Ольга Петровна, дорогая, бросьте. Следствие разберется, а суд накажет, кого надо. Нет, Петерога. Мне ждать некогда. Пока мою подругу не затаскали по допросам, я должна действовать. Так что придется вам меня потерпеть. Вы этот самый, как он называется, в Дедовск поедете со мной? Не могу. Это ж полдня загубить. У меня дело вон по горло. Жаль, жаль. А мне одной туда страшновато. Я категорически запрещаю вам там одной появляться. А что мне остается делать? Вы же не соглашаетесь мне помочь. А я друзей в беде не бросаю. Можем мы так тихонечко обсудить ситуацию? Значит, чушь, следов и отпечатков в квартире нет. Ну, кроме женских, 36-го размера. Ну, я помню. Спасибо, что уточнили. Женщина была и, судя по следу, приходила в дождь. То есть, в ближайшие два дня. Да, и ничего не украла. Значит, не воровка. Видимо, был кто-то из ближайшего окружения. Кто-то, кого и за стол не грех посадить в день рождения сына. Да? Ну, предположим. Я не знаю, конечно. Ну, похоже, что отравление. Наверное, какой-то яд быстродействующий. Значит, преступник после убийства стер отпечатки пальцев, посудку за собой сполоснул и обратил внимание, на кухне стоят там тарелка, чашка, рюмка. Ну, как-то не по-хозяйски стоят. Ольга Петровна, вы и на кухню уже успели заглянуть, да? Там еще был кувшин с водой, в котором плавал листик и несколько лепестков. Значит, гость приносил с собой букет роз, а уходя, забрал его. Забрал. Унес. надо проверить мусоропровод. Да не мусоропровод надо проверять, а вашу подругу. Она здесь по всем статьям подходит. И размер ноги у нее 36-й. Да, Боже мой, ну, соврала она. Ей было просто неловко признаться, что у нее 39-й. Что же, вы не знаете женщин? Да, не знаете? Извините, Ольга Петровна, но подруга ваша много раз соврала. Откуда мы знаем? Может, она в тот день была на квартире, а? Про мобильник какой-то придумала, которого и в помине нет. Значит, преступник спер? Угу, убил, денег не взял, а телефон стырил, да? Шпана какая-то, а не преступник. А подругу вашу мы все-таки проверим. Вы просто слишком горячие. Вы какой-то экстремист. Я свято знаю вот с таких лиц. Она никогда не соврет. Нет, надо искать среди друзей или родственников. А должна быть какая-то, ну, хоть какая-то ниточка. Бери! Так, матери нет, ты не слушаешься? Сейчас я тебя настучу тряпкой. Убираешь тут, убираешь. Господи, когда это уже... Ой, прошу прощения. Здравствуйте, тетя. А, молодой человек, здравствуйте. Кузенков Сергей где у вас тут проживает? Вон там. А, благодарю вас. Бери! Долго еще ждать тебя там надо! Да сейчас принесу! Ни хрена не найти в этой долбанной квартире! Извините. Понаставила тут всякой дряни. А, Сергей Кузенков, это вы будете? Ну, допустим. Мы тут ищем... Что вы ищете? Что вы ищете? Родственников Петра Захарыча Берютина. Вы Сергей? Ну, я, да, Сергей. Дело в том, что Петр Захарыч и его супруга скончались. Да, случилось. Что, дядя Петя и Кира Сергеевна? Да. Тебе только за смертью посылать! Да иду, иду! Ну, иди! Извините. Я подумал, что просто наш сосед снизу нажаловался. Мы их тут маленько затопили. Да тут вообще вот. Ай-яй-яй, да как же это так, а? Я имею в виду дядь Петя и тетя Кира. А вы, извиняюсь, кто будете? А ну... Кто там еще? А-а-а! Уже пожаловали! Замечательно! А почему вы, естественно, даже за это платите, а? Да вы в доме трубы не меняли с 46-го года. Да вы посмотрите, что творится вокруг! Гляньте! Да вы не смотрите, женщина! Да посмотрите! Галя... Пойдемте, пойдемте! Идите сюда! Идите! Чего вы опять орете? А вы как всегда не вовремя. Галя! Галя! Вода кругом! Да что ж такое? Да за такое жилье не мы, а нам доплачивать надо! Галя! 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 Тут другое. Дядя Петя с тетей Кирой померли. А то воля божья. Пожили по день немало. И не то, что мы тут друг у друга на голове. Идите, давайте пройдемте в комнату. Пройдемте. Ходят тут, ходят. О, Господи! Опять денег надо. Ой, достали. Так, ну все, иди, иди погуляй. Гости у нас, видишь? Дороги. Здравствуйте, молодой человек. Да, пожалуйста, проходите. Садитесь. Вот, пожалуйста. У-у-у! Извините, у нас трубу прорвало. Ой! Слесаря вызывали, не пришел. О! Да, пришлось самим ремонтировать. Это как всегда. Чаю хотите? О, спасибо. Ну, че стоишь? Неси чайник. Как их только угораздило одновременно помереть. Бывает. А вы, извините, кем им будете? Да, в сущности, не кем. Я член домкома. Соседи вот обеспокоены, поскольку сын их единственный погиб, возникает вопрос, где хоронить? Есть ли у них место какое-нибудь семейное на кладбище? Или, может быть, кто-нибудь из родственников или близких возьмет на себя организацию похорон? А вот это, извините, не к нам. Мы от них в жизни ничего не видели. Ну, хватит. Что Галя, что Галя? Это правда. Вот предгостарство, на котором он всю жизнь горбатился, пусть оно его и хоронит. Не слушайте ее. Она, конечно, грубо сказала, но искренне. Ну, ваша позиция нам понятна. Ну, может быть, у сына кто-то остался? Сына? Может быть, они стариков и похоронят? Ну, Виктор, я знал. Вам покрепче? Тут, тут, тут. Ага. Знал я очень мало. Знал, что он со стариками не очень доладил. Вот. Снимал отдельную квартиру. Жил одиноко, но красиво. Не так, как мы. Да уж. Куда нам с ним равняться? Он был человек богатый. Деньгами шальными швырял. А мы вот. На подножном корму. Что вырастим, то и продадим. Ну, все, ну, все. Иди, иди, иди. Нет, ну, конечно, денежки у него владелись. Видать, не очень чистые. Вот. Старики, видимо, об этом догадывались. Несмотря на то, что, ну, жили-то на одну пенсию, помощи не убрать. Не хотели. Я долго буду ждать. О, ложки забыл. Да иду, иду, иду. У тебя совесть есть? Ты можешь хотя бы и прелюдия к свой язык попридержать? Сейчас, да. Сараза. Да, кстати. Кстати, о деньгах. Вернее, о квартире. Оператив интересуется. Ее дальнейшей судьбой. Кому она достанется? Наследникам? Или кооператив может испоряжаться ею по своему усмотрению? А вы знаете, мне это абсолютно по барабану. Что так? Потому что племянник-то им, как вам сказать, ненастоящий. То есть как? Берютина, Кира Сергеевна, была сестрой моего отчима. Ах, отчима. Так что, кровной роднёй я им не являюсь. Вот оно что. Да, все, что могу сказать. Черт. Галя, ложки принеси. Галя! Жаль, 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 что вам все по барабану. Все, все по барабану. Вы знаете, мне не очень прискорбно. Я понимаю. Мало уделял, редко навещал. Я их он жил, но полгода не видел. Ну, я занят очень. Я работаю. Ой, держите меня. Он работает. Вчера только с рыбалки приехал. Двое суток под дождём мокнуть ему не лень. А вот по дому помочь не допросишься. Да, не лень мокнуть. Ты понимаешь, для меня рыбалка ну, единственное место, где могу побыть просто один. Вот и в этот раз мы вот с моим другом Иваном ездили на Волгу. Почитай, рублей на пятьсот налови. Ой, ладно. Я серьёзно? Сейчас покажу. Нет, подожди, подожди. Сейчас покажу. Сейчас. А, он не верит. Вот, смотри, какая красавица. А, глянь. А, целый таз рыбы привёз. А? Ммм. Иван меньше поймал. А, какие симпатичные. Что, вы будете их есть? Или можно их выгодно продать? Вот именно. Вот именно. Слышала? Не сердитесь на него. Мужчины, что с них возьмёшь? Во! Билет на электричку до Камышина. Во! Сто рублей стоит. Не верит. Куда деньги девал, куда деньги девал. Я вот сейчас на вокзал пойду, мне за эту рыбу пять сотен отвалят. Да ладно? Три. Сто рублей. Как всё подорожало. С ума зайти. Попробуйте варенье. Попробуйте варенье. Вы знаете, мы в прошлые выходные с моим другом Иваном на машине ездили. Он на газели работает. А в эти выходные он не захотел за баранку садиться. Ну, его можно понять. За баранку-то здорово, ты и не выпьешь. Ну, чё стоишь, чё стоишь? Ну, иди работай, иди. Да-да, вы тут на ста рублях толкуете, а там после сына такие деньжищи остались. Да какие деньжищи? Какие деньжищи? Он всё на баб тратил. Уверяю вас, что деньги остались и немалые. Кстати, о бабах. Где их разыскать, этих самых баб? Вы не знаете? Кто-нибудь же должен быть. Может быть, у него был кто-то постоянный. Если не жена, то хотя бы подруга. Не-не-не. У Виктора не было постоянное. Вы уверены в этом? Я вам говорю. Ха-ха. Интересно. Интересное кино. То говорили, что ничего о его жизни не знаете, то такая завидная осведомлённость. Ого! Что касается баб, он всегда в курсе. Мимо него не пробежит. Преезжает с рыбалки, а от него пахнет брикмахерской. Ну что? Ну что несёт? Ну что несёт? сама не знаю. Ради Бога, извините, я сейчас. Гай, ну что ты несёшь? Что ты несёшь, дура? Семей не жизнь. Цирк. Варенье ничего. Бедная эта моя зайка. Плавала бы себе в Волге. ВОК СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ой, вы умаялись? Да и нет, не особенно. Просто на одну очень важную встречу опоздала. Расстроена потому. Да и от поездки нашей толку упши. Ольга Петровна, как говорится, отрицательный результат тоже результат. Да и не было ему смысла убивать. Он им даже не родственник. И алиби у него нормально имеется. Вот только рыба... О, спасибо, Юрий Иванович. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, умоляю, прости. Лёля, Лёля, японский бог. Ну, целый час тебя ждут. Ну, извини меня. Ты что, вот только из парикмахерской? Что ж ты там натворила, если тебя милиция привозит? Это я просто просила меня подбросить. Пожалуйста, прости. Ради бога. Пять минут я переоденусь и буду готова. Нет, дорогая, я уже не могу. Да и тебе хватит на сегодня приключений. Давай-ка быстренько в постель, в душ сначала. Не хватало еще, чтобы ты простудилась. Все, пока. А, подожди. Вот тебе утешительный приз. Больше не опаздывай. Иди, иди. Больше не опаздывай. Лёля. О, Светка. Ты что, с ума сошла? Закурила, что ли? Ненормальная. Сколько тебе лет? Могу тебя огорчить. Столько же, сколько и тебе. Ну, спасибо. О, мне хотел сказать сегодня что-то важное. Правда? А я опоздала. И выгляжу ужасно. И прическа кошмарная. И личка тоже кое-какое. Да? Ну, что могла бы соврать, подруга называется. Ну. Ну, у тебя-то что свеслось? Что ты тут торчишь, как бомжонка? Вот это, вот это. От телефона. К сожалению, только коробка. Лёлька, ты знаешь, где я это нашла? Где? Случайно в жилконторе на столе. У этой вот с цветочками на шляпке. Шляпка? О, и какие она дала объяснения? Она мне сказала, что она понятия не имеет, откуда у нее эта коробка. Но что кнопки, скрепки, эластики в нее класть очень удобно. И все? Нет. Она еще сказала, чтобы я катилась как можно дальше со своими вопросами. Ой. Не очень любезна с ее стороны. Лёля, жёлтко мое. Ты теперь веришь, что я тебе не врала, а? Я верю. Веришь? Я же не мужик, чтобы не одурить. Скажи, но это нам поможет? Черт ее знает. Да? Лёля, думай. Надо прежде всего выяснить, как эта коробка попала к ней на стол. Вот что самое главное. Но я сейчас не в состоянии соображать. Ну, думай, думай. У меня мозги. Что? В состоянии ванной каши. Пойдем. Пойдем по компанию. Ты моя лапонька. Пойдем по компанию, подружка, пойдем. Ах, верное решение. Так. Кара Светка, действительно влюблена или придуреешься? Ах, девочка ты моя. Пошли вечер. Да. Облаков померкнули края. Последний луч из аренобашня. Помнишь? Да. Ну, давай. Давай, давай. Ты скрепочка, я контрабас. И не волнуйся, на фирмате встретимся. Давай. Уж вечер. Облаков померкнули края. Последний луч Зарина башня умирает. Последняя в реке блестящая струя. С потуши мне угасает, угасает. Ну, у тебя и фирма-то. Я, собственно, вместо Бобровой, Светланы Гонстантиновны. Ее вы вызывали, а она не может прийти по семейным обстоятельствам. Вместо. Здесь вам что, очередь за колбасой или танцы? Сюда вместо себя подруг. Не посылают. А вы не так поняли. Я не в том смысле, то есть я в другом качестве. А качество ваше меня, извините, не интересует. И давайте, уважаемая, покинем помещение. Ольга Петровна, здравствуйте. О, Юрий Иванович. Вы ко мне. Юрий Иванович, я пришла вместо Бобровой, а ваш господин следователь меня гонит. Зима, ну как тебе не стыдно-то? Ух ты. Но, несмотря на ваши заслуги, Ольга Петровна, вашей подружке все-таки на допрос прийти придется. В крови Берютиных обнаружен яд. Мускарин, останавливающий сердце. А все улики фаты против вашей Бобровой. Боже мой, какие улики, какие факты, Юрий Иванович. Извините, мне нужно работать. Где мой таракол, а? Ой, я где-то видела... А, вот. Спасибо. Мне думается, все-таки надо бы посмотреть, среди тех, кому до крайности необходимо наследство стариков. Надо поинтересоваться у нотариуса, нет ли завещания. Проверили, завещания нет. А гибли сына? Можно же поднять дело. А вдруг это не случайность, а вдруг это подстроено? Подняли. Он зимой ехал, сутки без сна. Гнал машину Берлин-Москва. На пустой дороге врезался в столб. Экспертиза установила. Машина была исправна. В крови ни алкоголь, ни химия. Он просто заснул за рулем. Ну, хорошо. А может быть, еще раз племянника поспрашивать? Может, он выведет на кого-то? Племянника мы уже вызвали повесткой и ждем с нетерпением. Как и вашу Боброву. Надеюсь, я удовлетворил ваше женское любопытство. Да, благодарю вас. Не сочтите за труд, кликните там следующего. Не сочту. Вы имеете в виду Артем Лимоновича Гамбарянца? И его вы знаете. Да, мы общественные помощники должны знать всех. И я с большим удовольствием удовлетворю вашу просьбу. А к вам, Юрий Иванович, у меня просьба. Задержите этого Гамбарянца подольше. Мой характер. Заходите. Гостем будете. Приятного аппетита. А я вам не помешаю. Ну, что вы. Заходите, заходите. Спасибо. О, знакомый стул. Сколько раз я ему говорила. Кому? Да мужу. Вот не делай людям добро. Вот подарил соседу водку. И вот что из этого вышло. Да. Кушайте. А вот нам бы еще важно было узнать происхождение коробочки из-под телефона, которая у вас там оказалась на столе. Да, да. Ну, откуда она у вас? Я не брала. Это Ерохина на стол поставила. Кто это Ерохина? Уборщица наша. Она иногда у нас подметает по утрам. А, ага, ага. А у нее она откуда? А я не знаю. Честное слово, не знаю. А что? Ну, вот я вижу, что у вас очень хороший внимательный глаз и памят тоже. А других женщин каких-нибудь вы не помните, которые приходили к Берютиным? Ой, и вы эти женщины. Исследователи женщины. И вы женщины. Ну, какие у него женщины. Он человек семейный. И, извините, у него уже в летах. Имею в виду уборщицу, домработницу или там медсестру. Ах, эти. Ну, какие это женщины. А что? Это обслуживающий персонал. Такие были. Медсестра из нашей поликлиники. Кладия Петровна приходила. Девушка из химчистки. Ой, которая около метро. Я не помню, как ее зовут. Даже не знаю. Такая хорошенькая татарочка. Только не знаю, как ее зовут. Эта химчистка не пользуюсь. Да, только, пожалуйста, к гамбарянцу ни слова. Меня здесь не было. Могила. А у вас семья большая? Ой, большая. У нас четыре внука и один из другого хулиганистей. Еще бабушка. И не честно вам? Нам ничего не надо. Ничего. Спасибо за арбуз. Ну, откуда Ерохина тут днем? Ясно же, что днем она тут вообще сроду никогда не бывает. Маленькие, пошли работать. Ну, хорошо, а где она бывает сроду днем? Просветите меня. Где, где, ясно, где в таксопарке. Слушай, я же просил тебя хронометр поменять. Колька сломал, пускай чинит. Я до него готовлюсь даже. Ну, хорошо. И что она там делает в таксопарке? Не, ну как с луны? Сами подумайте, мозгой. Что в таксопарке можно делать? Что, что? На штат. Метет, конечно же. Метет. Поехали. Ай, подождите, подождите. А вы мне не можете сказать адрес этого гаража или номер хотя бы? Не, ну это уж вы... Постой, постой. Она же не работает. В таксопарке-то уже. А где? Не работает. А где? В аптеке или в магазине подметает. В каком? Вот врать не буду, мы тут не в курсе. Ну, спасибо. Вы мне очень помогли. К окулисту номеров. Бухараде, извините, один вопрос только задам. Скажите, Клавдия Петровна сегодня работает? Клавдия Петровна? Да. Медсестра, что ли? Да, да, да. Хватились. Она уже два месяца как на пенсию ушла. Я к внуку в Херсон уехала. Следующий. Извините, Динара, не посмотрите вещи Берютиных. Готовы? У нас их вещей никогда не было. Вы в этом уверены? Вы не путаетесь? Женщина, что вам вообще надо? Помните, Динарочка, но я же знаю, что они сдавали. Что они сдавали свои вещи в химчистку через вас. Даже интересно. Не было такого, понимаете? Я вообще с клиентами на выезде не работаю. А кто с ними работает? С ними никто. Ну, вы же не станете отрицать, что вы с ними знакомы и бывали у них в доме? Заходила. Только при чем здесь вещи? А зачем заходили? Вас это не касается. Это мое личное дело. Нет, дружочек, совсем не личное. Может быть, вы не в курсе дела, они убиты. Поэтому дело это совсем не личное. Что? Нашатыр! Даня, скорее! Несу! Динара! Что вы к ней пристали? Не видите человека в положении? Ей волноваться нельзя. А то треплю к людям нервы. Ни стыда, ни совести. А где она? Динара! Я умер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что вам надо? Подождите, девушка, ради бога, я понимаю, вам неприятно говорить со мной, но все-таки это, наверное, лучше, чем со следователем из милиции. Почему я вообще должна вам отвечать? Резонные сомнения, я сейчас, минуту. Вот мое удостоверение, пожалуйста. Ну, чем я могу вам помочь? Один-два вопроса, не больше. Скажите мне, а может быть не здесь, может быть все-таки пройдем к вам? Нет, ко мне нельзя. Ну хорошо, я могу зайти попозже, если вам сейчас не... Нет уж, давайте лучше здесь. Ну хорошо, ладно, давайте здесь. Скажите, вы часто бывали уберетеных? Несколько раз. Когда последний раз? В пятницу вечером. В пятницу. А зачем вы приходили? Плохо мне, я пойду. Подождите, подождите. Еще один вопрос, буквально один вопрос. Вы приносили им из своей химчистки какие-нибудь химикаты? Какие химикаты? Ну, я не знаю, там какие-нибудь химические средства. Может быть, они просили там пятно вывести или мышек потравить. Вот куда вы клоните. Химикаты я не ворую. Все, больше отвечать не буду. Вы подождите ж. Ко мне нельзя, понятно? Да. Ну, кого там еще несет? Диндзяра. Ну, я же сказала, нельзя. Ну, что вы лезете ко мне? Ну, что, слышала тетя? Вали отсюда. Динго! Достала ты нас! Ты что тут проходной двор устроила? Вот только испорно ты еще сунься раз. Я тебе приятно спорю. Тихо. 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 Андрюш, это я. Извини, пожалуйста, но сегодня не получится. Ты хотя бы успела постричься? А, ну да, в общем, все в порядке. Слушай, у тебя что-то опять случилось, да? Нет, нет, ничего, все нормально. Ну, я же слышу. Ну, голова немножко разболелась. А, знаю, от чего. Ну, от чего интересно. Модная прическа, стоит головной боли. Ах, у вас как нет. Ладно, жду дальнейших сообщений. Ну, пока. Гражданка Ерохина. Ерохина. Есть тут кто? Живые. Гражданка Ерохина. Гражданка Ерохина. Гражданка Ерохина. Вам ее берючину дала. Какую коробку? Которую я в правление принесла? Да, да, да. Не, коробку я возле кустов, около детской площадки нашла. Там какие-то проводки еще были. Ну, я взяла и принесла в правление. Ага. Ага. Вечером вот так вот. Я лежу. Мужик. Интеллигентного вида такой, сурлига. Прется. Прямо поперек пломбы через детскую песочницу. Я ему, мужчина, стойте. А он даже ухом не повел. Ну, да я тут сообрази. Да? Я говорю, вон. У Чискова идет. Помощником. Ну, и эти мои мальцы тоже за ним побежали. А он, видать, струсик действительно подумал у Чискова. Как припустят через кусты. Может, он коробку и потерял? Ну, я бы знаю. Когда это было? Когда? Когда, когда, когда? Когда это было? В субботу это было. О, в субботу. Точно. Да. А как выглядел этот мужчина? А как его вечером со спины-то разберешь? А еще дождь шел, а мы в домике. Может, это и была женщина? А? Женщина. Да. Не знаю, куртка, брюки, может, я это слушаю... Ну, замолчите вы, а! Дайте с человеком поговорить. Иди, раз... Вон упали. Алло! Хотелось бы тебя увидеть наконец-то. Мне тоже хотелось бы, и даже очень хотелось бы, Ну, у меня еще пара дел, и я перезвоню. Послушай, что с тобой? Дед, что это за голоса? Ага, это мы тут бутылки моем. О, постойте, постойте. Дело не шуточное. Вам все-таки придется выслушать меня. Проходите. Вы сейчас одни? Вам повезло, соседей нет дома. Что вы хотите? Хочу, чтобы вы рассказали правду. Так прямо сразу. Зря иронизируете. На сегодняшний день, боюсь, вы единственная подозреваемая. Подозреваемая? В чем? В убийстве берете их. Я? Да, деточка, да. Все улики сходятся на вас. Вы были у них незадолго до убийства. Единственное, оставили след, ведь у вас 36-й. 36-й. Берютины были отравлены, и обработаете. С химикатами. А потом, в вечер убийства, кто-то бежал через площадку и обронил коробку из-под мобильника. Ну, окей. А коробка эта прежде была в квартире убитых. Откуда у вас эта инструкция? Кира Сергеевна Берютина. Название на нем написала. Другой бумажки под рукой не было, она и написала на этой. Название чего? Лекарство. Какого лекарства? Вот, нитросорбит. Не успела купить. Ага. Ну, да, я... Я готова вам поверить, но почему меня так упорно не впускали? А куда? Сюда? Ой, ой, ой. Я ведь приезжая. Меня подруга сюда пустила. Она сама у мужа живет. Ну, а соседи меня гнобят. Им вообще не нравится, что здесь кто-то живет. Он как напьется, избивает. Ай, ой, ой. Вас беременную? Чаю хотите? Нет, спасибо. Я была девушкой Виктора, сына Берютина. Я его любила. И он меня тоже. Нет, я не надеялась на свадьбу и все такое. А потом он на машине разбился. А родители его как к вам относились? Да, они меня знать не знали. Так, видели пару раз, и то мельком. А как узнали, что я беременная, неожиданно разыскали меня и сказали, что ребенка признают. Даже квартиру обещали на меня переписать. Говорили, документы какие-то готовят. Копию паспорта моего просили сделать. Завещание на ваше имя не обнаружено. Ну, конечно. Да я даже надеяться себе не разрешала. Выходит, была права. Вы, пожалуй, идите. А то эти вас сейчас здесь застукают, мне потом не расхлебать. Динара, ты дома? Сидите, сидите. Только не выходите. Динара! Не выходите в коридор. Не выходите в коридор. У вас такие хорошие, добрые глаза. Вы такой интеллигентный человек. И не верю, что вы можете ударить женщину. И не смейте мне обижать Динару. Слышите? Андрей Константинович, к вам Ольга Петровна Туманова. Проси. Прошу вас. Ёля, боже мой, как ты ослепительно. Я очень старалась. Ну что ж, милости прошу. Какой офис, а? А, какой кабинет. Боже мой. И чем же ты тут занимаешься? Ну вот, консультируй одну структуру. Да, хорошенькая структура. Длинноногая такая. И на какой же предмет ты ее консультируешь? Ну, знаешь, ты, наверное, думаешь, что я все это время прыгал с небоскребов без парашюта и стрелял из-за углов, как в американских фильмах. Нет, я кое-что знаю еще и во многом разбираюсь, между прочим. Ну, скажем, ну вот, предположим, в английской финансовой системе. Ты в этом разбираешься? Нет, нифига. Или в особенностях управления нефтяным месторождениями в Южной Африке. Ну, я огошусь с тобой. Извини. Алло. Они пойдут в разных контейнерах, но одним рейсом. Из Третьяковки, из Бахрушинского. Рейс 725. Ле Бурже. Пока. И ты такую информацию не боишься давать по телефону? Ох, Лелечка, ты со своим детективом беспросветно отстала от жизни. Вот ты такую машину видела? Вижу мегафон. Мегафон какой-то. Тем не менее, здесь есть такая услуга. Называется конфиденциальная сотовая связь. Можно зашифровать любой разговор. Пока что практика показала никакой утечки информации. Ну, прошу, откушите кофейку с нами. Охотно. Что такое важное ты хотел мне сказать? Не здесь и не сейчас. Ты опоздал на три часа. Я уже назначил деловую встречу. Ну, извини, у меня просто... Ну, я понимаю, дела. Опять конкурируешь с милицией. Собираешь отпечатки пальцев на дверных ручках. Следы окурки в подворотнях. Да, я угадал. Ну, знаешь, насчет окурков ты это... Ну, ладно. Рассказывай. Очень хорошая девочка. На седьмом месте беременности оказалась внутри гнусной, подлой, гадкой историей. Я хочу ей помочь. Но без тебя у меня это не получится. Ну, понятно. Помогать беременным и детям первое дело мужчины. Ваше здоровье. Рассказывай. Добрый вечер. Офис Стрельцова. О, привет. Хочу, но не могу. Да не могу я. Ну, мой шеф там с этой мадан до сих пор заседает. Ну, потом расскажу. Ну, пока. Старики отравлены. Сымитировано самоубийство. Но у Рики убийца оставил. Хотя ничего не взял, кроме мобильника. Ну, мог еще что-нибудь взять, о чем вы не догадываетесь? Ну, возможно. Конечно, мы теперь уж и не узнаем. Все-таки, скорее всего, убийство произошло из-за чековой книжки сына или из-за квартиры. Короче говоря, из-за наследства. Ну, а наследников нет, правильно? Значит, выгоду могла искать только твоя беременная девушка из химчистки. Но как раз ей ты доверяешь и хочешь помочь. Где же логика, Леля? Что поделаешь. Женская логика. А, вон как. Женская. Да. Ишь ты, хитрован. Так, давайте я вас довезу. Да мне тут два шага хочу пройтись. Как хотите. Спасибо. Руки вверх. О, господи. Извините, Ольга Петровна, это всего лишь игрушка. Вы меня напугали, Юрий Иванович. Как вы меня напугали. Позвольте, я вас провожу, Ольга Петровна. Да уж теперь придется. А что это мы тут свернули? Так, короче. Слышно было. Сами не ходите, всякое бывает. А со мной можно. Юрий Иванович, я хотела спросить вас. Помните, вы что-то тогда говорили про рыб? Когда? Ну, когда мы ехали из Дедовска. Вы что-то заговорили про рыб. Помните, в тазу у него плескались тогда рыбки, и вы сказали, что вас что-то смутило? Да, 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 да. Ну, у него карпы были, а карп рыба озерная. А берютинский племянник говорил, что они на речку поехали. Нестыковочка получается. А когда клюв лучше? В смысле? Ну, утром, днем, вечером. Ну, утром, конечно. А вот я обратила внимание, что на билете, на электричку, который у него там выпал, стояло время приобретения билета. Два часа дня. Кто ездит на рыбалку в такое время? Ольга Петровна, вы гелий. Ну, вот. А вы на меня все, да, 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 да. Не проходите мимо! Живые карпики! Карпики, карпики! Живые карпики! Не проходите мимо! Карпики. О, берите, женщина. Какой симпатичный. Смотрите, какие карпики. Только что выловил недавно. По полтиннику, за штуку. Да вы что, так дорого? Ну, а почему? А потому что я из Грузинова везу. А там у нас экология. Все пруды без химии. Пруды? Пруды. А в речке не водятся? Нет, это прудовая рыба. Да. Смотрите, какие красавцы. А чего это вы опять к нам? Да я, собственно, сообщить насчет похорон. Сергея вашего ждем. А то как-то без родственников совсем нехорошо получается. Не знаю. Это вы с ним, с ним сами. Один черт знает, когда он заявится. Ой, я бы этим кобелям бы. Ой, ой, и не жалко. Не жалко. Не жалко. А что нынче варим? Клубничное или крыжовинное? Да испадалец. Я ж как, что на огороде вырастет? Что соберу, то и варю. Вот в июле, в июле клубнику, в августе малину, яблоки. Товарный вид у вас, лоскутки просто заглядели. Так я же на сицынабивной фабрике работаю. Вот, что с работы при волоку, в то мы ходим. А Иван, друг вашего Сергея, он с ним работает? Так нет, Иван же на автобазе. А зачем вам? Сергей говорил, что он на газели работает. Так мы хотели его насчет похорон сговорить. Все-таки лучше, чем в бюро ритуальных услуг заказывать. Дешевле им кооператив заплатить. Так сходите, я адрес дам. О, чудно. Ну, пожалуйста. Да вы хоть знаете, во сколько транспортировка вам отсюда обойдется? Пожалуйста, я вас очень прошу, помогите. Да не в этом дело, не смогу я. Ну, почему похороны будут недолго, и время займет это вот столечко, правление заплатит. Отстранили меня на месяц. Как это? Из-за Сереги вашего. Из-за рыбалки что ли? Да нет, мы с Серегой груз везли. Приостановились. Пока я, пардон, в туалет ходил, этому балбесу приспичил в магазин за сигаретами. Тут-то у нас из «Газели» товар исперли. И что, из-за этой ерунды вас сняли с машины? Товар ответственный был. Так что храните сами. О, Михалыч, приехал. Должник мой. Подождите, подождите. Стоп, Ваня. Это еще не все. Ну-ка, давай, рассказывай мне, парашу, с Серегой рыбалку. Вы кто вообще? Подождите, подождите. Он сказал, вы ехали на Волгу. А какая такая рыба водится, понимаешь ли, в речной воде? Ну, не карпа же, во всяком случае. Он ведро карпа привел он домой. Карп, вникаешь, озерная рыба, нестыковочка, Ваня. Вы что, сестра его жены, что ли? Нет, не сестра. Тут дела не шуточные. Так что давай, брат, колись. Не, ну вы точно не сестра. Точно не сестра. Ну, ладно. Не были мы на рыбалке. Не были. Вот. Серега на выходные к бабе своей зарулил. Ага. Просил меня прикрыть по мужской дружбе. А как бы вы на моем месте поступили? А я не могу быть там же. А баба у него молодая, симпатичная Маринка, но я и прикрыл. А я вам так скажу. Хоть вы откуда, хоть из милиции, баба дело не подсудное. Ясно. Адрес давай. Чей? Маринке этой. Что делаем, женщина? Стрижка, укладка? А нет, нет. Ничего. Я просто хотела поговорить с вами. Вы Сергея Кузенкова знаете? А вам-то зачем? Ну, я, собственно, из Фабкома. Ой, не смешите меня, женщина. Фабкомов уже лет 25 как не существует. Разве? Это вы что-то со своей молодостью перепутали. Но я догадываюсь, кто вас мог послать. Ну, отлично. Отлично. Марина, тогда скажите, Сергей был у вас, то есть ночевал у вас в субботу на воскресенье? Так прямо и сказать? Да. Ладно, скажу. Я живу с ним и давно. Ясно? Ага. Ясно. Он действительно ночевал у вас в субботу на воскресенье? Ну? И что? Сергей меня любит, а не эту вашу грызу. Это он раньше мне ничего не обещал. А теперь твердо сказал, что жизнь меняет, и мы с ним поженимся. Так что можете Галке все так и передать. Хорошо. А теперь валите, мне работать надо. Меня уже нет. Вы уже и тут побывали, да? Да, побывала. Господи, чего вы лезете в мою жизнь? Чего вы там копаете? Да, видели. Ну что, разоблачить меня хотите? Нет, нет. Разоблачили? Ну да, да. Гуляют, жены. Гуляют. Гуляют? Вам-то что? Нет, собственно, мне ничего. Просто я увидела вашу жену, сына. Мне стало жалко их, и я решила поговорю с Мариной. Ну что, поговорили? Согласна. Толку чуть. Ну, собственно говоря, я вас искала. Мне нужно сообщить вам про похоронные берютины. Я какое имею к этому отношение, кто мне берютины? Я их зимы не видел. Я не имею к ним никакого отношения. А вы мне всю жизнь перебаламутили. С другом поссорились, теперь с бабами не разобраться. Согласна, с бабами, конечно, будут проблемы. Но вот Марина мне сказала, что вы не были у нее в субботу и воскресенье. А как же? Что, так и сказала? Так и сказала. Ну, правильно, не было. И что? А у меня другая баба есть. Да что вы. И тоже Марина. Так я вот той был. Теперь, при такой вашей занятости, как-то неловко даже вас отрывать. Спасибо. Так вы будете на похоронах? Буду. Дай забор. Дай забор. Автобаза слушает. Алло. Алло. Сам-то у себя. Поддай-ка на минутку. Сам Садыч, это вас. Последний раз подписываю. Учти. Да пошли, их подождут еще. Ну, возьмите трубку. Подписываю. Все. Вали отсюда, чтоб не видел. Алло. Да Ивана вашего волнуемся. За что вы его с газели сняли? Подумаешь, упаковка какая-то. Он же не террорист. Жаловаться на вас будем. Жаловаться? Да я вообще могу его за решетку засадить. Он с химзащитой опасный круз вез. А у него по дороге упаковку яда стащили. А этой упаковкой полгорода перетравить можно. Как вам это? Жалуйтесь на здоровье, что ты мне суешь, кого не попадешь. Эд! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это вы все вынюхиваете, да высматриваете? Мы закон не нарушаем. Берютиных нет, родственников нет, сына нет. А если наследники через полгода не появятся, квартира отойдет кооперативу. А может, вы сами хотите квартиру? Вот вам. Спокойной ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего ты бродишь по улицам-то в это время? Мало тебе приключений? Хотела, я тут хотела. Она хотела. Я там чусь, сломя голову, она тут разгуливает. Чего ты там прячешь-то? А ну-ка, покажи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что у меня там? А ну, в машину. Кто это у тебя там? Тут один, да. Ну, это мы еще посмотрим, кто кого. Похоже, что ты слишком близко подошла к убийце. А тот, кто убил один раз, может это сделать и во второй. Главное, что я никак не могу понять, зачем ему понадобился мобильник. Не усложняю, Лёля. Вещь дорогая, прихватила, может, уже и продал. Ты у Светланы узнал номер телефона? Ну, а как же? Следователь уже звонил. Ну, вот набери-ка. Отменная память. Ты просто создана для разведки. Здравствуйте, Артем Ливонович. Здравствуй, здравствуй, голубушка. Артем Ливонович, а у вас звонит. Ты метешь? Ну, а ты мети. Какой компания у него телефон? Мегафон. Мегафон, хорошо, я с идеей. Посмотри, это мегафон. Они ввели новую слугу. Называется локатор. Ага. Ну, ну. К сожалению, с моего номера нет разрешения на поиск. Пароль я не знаю. Ну, ничего, эту проблему мы решили. Значит, телефон не подключен. А, жаль. Света, ну что ты, как всегда, опаздываешь? Ах, Леля. Ну, что ж ты, моя дорогая? А, Леля, что с тобой? А, издержки профессии. Как я выгляжу? А, он для Папорона. А, он? Ничего. Слушай, Лель, ну, когда ты найдешь этого убийца? Я думаю, сегодня все решится, не волнуйся. Дай-то Бог. Но мне нужна будет твоя помощь. Моя? Да, дорогая, да и не помнишь, какие услуги ты подключала в том телефоне. Леля, я ничего в этом не понимаю. Я на все говорила, да. Леля, мне страшно. Значит так, слушай меня внимательно. Андрей Константинович, дали разрешение. Ищите номер с системой локатор. Спасибо, Катюша. Спасибо, что проводили в последний путь хороших людей и наших соседей. Одиночество плохая вещь, трудная. Они были одиноки. Тяжко переживали свое горе, когда не стало сына. И не выдержали. Ушли вместе в день рождения сына. Тут ходили слухи, что это было убийство, ограбление. Но милиция выяснила, что в квартире ничего не пропало. Нет, это был добровольный, трагический уход. Шумит наш двор. Но уже не пройдут они по дорожкам, заботливо подметенным Зиночкой Ерохиной. Квартиру их опечатают на полгода в ожидании возможных наследников. А наследников у них нет. Оборвался рот. Пусть земля им будет пухом и прахом. Давайте помянем берютеных. Только не чокаем. Да, не чокаем все. Вот вы говорите, ничего не украли, ничего не взяли. А мой телефон... Какой телефон? А что за телефон? Кстати, дорогая очень вещь. Там и фотоаппарат, и интернет. А что ты еще-то говорила? Да, в этот аппарат включена особая услуга в поиске местонахождения абонемента. Как это? Абонента. Тьфу ты, абонента, я знаю. А как это? О, техника, ёкарный, бабай. Убийцу тогда и искать не надо. Опять они про убийцу. Давайте, наливайте. Вот техника. Да. Не чокайся. Конечно, не чокайся. Хватит. Вот эта техника. О, звонок. И, по-моему, в вашем портфеле. Да, да, Артель Иванович, в вашем портфеле. Пусть звонит. А у него и вчера Витя он звонил. Говорить будете вы. Её зовут Коренея, скажите ей. Папа не будет разговаривать, пока она не извинится перед бабушкой за грубость. А пока не извинится, пусть не показывается мне на глаза. Артель Иванович, кто это? Моя дочь. Алло, алло, я слушаю. Да, милая. Папа не хочет с тобой разговаривать. Он занят и вчера тоже. Да, милая. А он хочет, чтобы вы извинили за свою грубость. Ну, какую грубость? Перед бабушкой. Да, милая. Ну, строгий он у вас. Уходите? Уже пора. А я вот вышла. Папа покурить. Да жаль, конечно. Мало навещал стариков. Всего доброго. Ну, почему же мало? Вы ведь были у них совсем недавно. Да ну. Да. И даже знаю точное время вашего визита и могу доказать. Ну и как? Не поверите. Две банки варенья на кухне. Уберюте. Две банки варенья. Малиновое и клубничное. В таких лоскутных шляпочках ими пользуется ваша жена Галя. Эти лоскутики с ее фабрики. Интересная логика. Женская логика, как говорит один мой друг. Вы принесли свеженькое. Старое бы засахаривалось, прошлогоднее. Поэтому вы бы и у них не дали, как месяц назад. А-а-а. Да-да-да-да-да. Был. А-а-а. В прошлом месяце. Да, припоминаю. Припоминаете. Вот так как хорошо, что припоминаете. Я могу вам сказать даже, зачем вы приходили. После смерти сына Мирютиных, Виктора, у вас появилось желание получить квартиру и деньги сына. Вы даже Марину обнадежили. Как шикарно будете жить в Москве. В квартире богато. И тут они вам поведали, что у Виктора была девушка. И девушка эта ждет ребенка. И что они собираются признать будущего внука. И переписать на него квартиру и там все остальное. Вот это бы вы не могли допустить. Никак. И поэтому пришли еще раз последний. Друзья, друзья мои. Давайте мы еще по рюмочке за светлую память ушли. Извините, я должен идти. Вы тут у себя дома, а мне еще в дедовск пилите. До свидания. Ну, а с вами мы непременно выпьем на Брюшавке. Мой друг. Пойдемте. Сейчас. Сейчас, сейчас. Одну секундочку вывони. Сейчас, сейчас, сейчас. Я вернусь. Ну, идите. Идите, но мы вас ждем. Днем, 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 днем. Днем, 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 днем. Днем, 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 днем. Днем, 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 днем. О, очки потеряла. Я тебе сейчас дам потеряла. Эй, боец, это я тебе звоню. Возьми трубочку-то. Трубочку-то возьми. Что еще за козел? Ляля, ты жива? Здравствуйте. Упакуйте его. А то он этой трубой чуть не испортил даме прическу. В машину его. Здорово, Лося. Ляля! Вот я, сэр, сейчас. Здесь вот... А, вот, вот. Вот, да боже мой. Ну, давай. Ну, ты как всегда вовремя. Выходи. О, господи. Ты что, следил за мной, что ли? Ну, не следил, а вы же следил. Я все-таки подключил эту хреновину, локатор, телефону, а то, что ты окажешься в центре событий, я не сомневался. Ольга Петровна! Юрий Иванович, вы-то тут как оказались. Я навел кое-какие справки об этом молодом человеке. И знаете, что оказалось? Что в 15 лет он был официально усыновлен своим отчимом, родным братом Берютиной, покойным Берютиной. То есть, юридически он официальный наследник? Родной племянник Берютиной. О, потрясающе. Решил затаиться, решил подождать полгода, потом предъявить права на наследство. Так точно. И все. Хитро и умно, я бы сказал. Не понимаю, зачем ему телефон понадобился. А тут у меня есть версия. Телефон с фотоаппаратом. Вот, пожалуйста. Видите? Вот Берютин с Сергеем. Угу. Так, что там еще? Вот это Берютин, Берютина, Сергей. Вот, вот, вот они чокаются. Так. Вот, пожалуйста. Наверняка. Старик перевел инструкцию, разобрался в технике и захотел проверить. Нащелкал несколько фотографий. Ну, этот господин, он не мог оставить такую улицу. Гений. В доме. Правда? А по дороге его спугнула уборщица. Он забросил с перепугу в кусты этот самый пакет. Ну, только не понимаю, почему он до сих пор за ним не приходил. Он же болтал. Потому что ты дилетант. А ты профессионал. Разница есть, нет. Правильно. Смотрите, там должно быть что-то еще. Не буду прикасаться наверняка с завещанием. Ну, вот, пожалуйста, завещание на имя Динары... Фаридовна. ...и ее ребенка. А? Ну, что я говорила? Ну, Лёля, гений. Гений сыска. Ах! Молодец, молодец. Дай-ка я поправлю. О, что ты? Ты меня не перестаешь удивлять. Какая ты умница. Оценивай, наконец. Да? И 20 лет не прошло. Нет, Андрюшенька, была бы я умная, взяла бы я тебя за руку. Тогда, когда ты сделал мне так опрометчивое предложение. И вот это как раз и было бы глупо, потому что жизнь показала, что как муж-то я не очень. Это потому что не со мной. Если ты так уверена, можем попробовать еще раз. Это и есть тот самый важный разговор, который ты... Эх, Лёля, Лёля, третий день пытаюсь поздравить тебя. С чем? О, мамочка, ведь у меня же позавчера был день рождения. Я их забыла. О, да чего давай дудуктивный метод. Боже, боже. Это потрясающе. Что-то ты там такое еще говорил, а что-то ты там такое еще говорил, важное. Садись. Но это при условии, если ты пообещаешь мне никогда, ни при каких обстоятельствах, больше не ввязываться ни в какие истории. Вот поклянись мне сейчас. Еще чего? С чего это я должна клясться? Начинается. И почему это я должна в чем-то себя ограничивать? Кажется, мы живем в свободной стране, и у меня такие же права, как и у них. Садись. 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 Садись.